Прессин софтли. Не важно, что сейчас будет вонять гов... Главное все сделать нежно. Всем приветики, ребята! С вами Натали, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет тест, коих мы не проводили с вами очень и очень давно. Это тест товаров с Алиэкспресс. Вот, у меня здесь лежит набор, просто непонятный какой-то фигни. На самом деле здесь 4 товара. Каждый из них нужно распаковать, посмотреть, как он в действии, что он делает. По сути, это все игрушки, такие типа приколюшки, чтобы интересно провести время. А что же у меня здесь конкретно такое лежит на столе? Ну, во-первых, у меня здесь есть наборы такой специальной жидкости, из которой можно надувать пузыри, но эти пузыри не лопаются. То есть вы можете их держать в руке, вот так с ними играться, как мячик. Это выглядит на фотках очень и очень многообещающе. Получится ли у нас, посмотрим. Еще сегодня мы с вами скроем настоящие ракушки, которые когда-то были живыми, вы представляете? Надеюсь, что это не воняет. И изымем изнутри жемчуг, то есть мы будем жемчугодобывателями. Также мы испытаем силу вони, это вот такие бомбочки в пакетах, которые пахнут пукишами. Их мы будем тестировать в последний момент, потому что вдруг это воняет так, что мы дальше не сможем снимать видео, ребята. Поэтому вот этот сок в конце, досмотрите видео до конца, если хотите узнать, каков этот пердеж с Алиэкспресс. А еще у нас будет самодельный вулкан, из которого потечет лава. И мы должны провернуть этот химический опыт, чтобы лава потекла. Так что я думаю, ты знаешь, что можно сделать для поддержания этого видео. И если ты хочешь чаще, такие выпуски. Ну а сейчас я тебе желаю приятного просмотра. И мы начинаем. Ну и первое, что мы будем пробовать, это специальная жидкость, липучая, для создания шариков, которыми можно играться и держать в руках. Представьте, что у вас мыльный шарик, но когда вы его трогаете, он у вас не лопается. Я приложу вот здесь фотографии, как оно должно выглядеть в реальной жизни. Нам предлагают, по-моему, использовать сразу пять упаковок для создания этого шарика. Упаковочки безумно маленькие, просто какие-то микро-микро. Сразу разрежу их все. Смотрите, как будто жвачка. Вот из этого нужно выдувать шарик. Хотя я тут подумала, давайте попробуем выдуть из двух упаковок. Будет ли вообще получаться, как это работает, мне нужно понять принцип. Но это первый заход, это первый. Давайте я намотаю и буду выдувать вот так. Это же какой-то морж! Он такой, как, знаете, пузырик жвачки плотный. Его можно сделать еще больше, но я думаю, я пока остановлюсь. Это из двух тюбиков, ребят, я напоминаю. Давайте теперь попробуем надуть шарик из пяти, шести. Посмотрим реакцию Фифи. Она не понимает. Но она еще так пованивает, конечно, довольно химозненько. Фифи, смотри, какой шарик, на! Я выдавила, кажется, семь тюбиков. Не знаю, удержит ли это соломинка наша, но давайте попробуем. Выдуем теперь такой шарик. Соломинки, конечно, очень короткие. Ужасно неудобно надувать. Если у вас есть что-то такое тоненькое дома, то возьмите лучше свое. Например, пустой стержень от ручки от шариковой. Чего он пляшет? Слишком много. И из трубочки сдувается в рот. Не помереть бы после этого теста. Уже не хватает воздуха. Вонючий. Запах похож на клей-момент. Но это не клей-момент. Здесь что-то содержится, видимо, что-то совпадает по ингредиентам. Но трогать это очень прикольно, ребят. Ну, короче, я считаю, эксперимент удался. Давайте попробуем взорвать шарик, как это будет выглядеть. А он и не хочет. А, ну он порвался и просто сдувается. И в итоге это выглядит вот так. Следующий эксперимент это вскрытие настоящих ракушек, в которых лежит джемчуг. Когда я заказала их, я думаю, блин, наверное, это воняет. Ну, то есть я представила, что вот жила-жила эта ракуха, да, слизень там внутри нее. Оттуда, значит, его взяли, по сути, убили и замуровали вот в такой пакетик. Я знаю, как воняют стухшие улиточки, там всякие миндии. Да, не спрашивайте меня, откуда. Я знаю, ребята. Давайте вскрывать пакетики. Даже страшно. Не будет ли сейчас зловония дикого. И будем доставать оттуда жемчуг. В комплекте идут такие кулоны, своеобразные, скажем так, клеточки, в которые вы кладете жемчуг. Но это так круто сделано, что у одного кулона не совпадают вот эти ставеньки, куда нужно продевать цепочку. У другого ставеньки-то работают хорошо, но мы надеваем с вами цепочку. Сначала здесь идет довольно толстая цепь, а потом эта цепь соединяется с более тонкой цепью, широким таким кольцом. И это широкое кольцо, с***, не проходит в клеточку. Как мы это должны носить? Алиэкспресс, у меня к вам очень много вопросов. Погнали. Достаем ракушечку. Короче, знаете, как пахнет? Когда волны прибивают к берегу, и образуется там вот тина, какие-то цветы начинают там цвести, жабы сидят. И такая вот вроде не совсем противная, но все-таки неприятная вонь. Так, ракушечка у нас немножечко расколотая. Теперь давайте открывать. Вот он, тот, который когда-то жил, и ел, и пил, и под себя ходил. Жемчуг, жемчуг! У-ху, ребята! Хурей! Смотрите, какой красивый, кстати. Похож на маленькое яичко. Так, давайте вскроем второго братка. Мы пытаемся снять второй дубль, но у меня уже не будет такой реакции. Вот этот браток воняет. Он воняет нереально просто. Сейчас напишу, Наташа, зачем так воняет? Он нереально воняет. Валер, открой окно. Так, я прям подальше держу лицо, потому что это нереальная вонь. Ребята, посмотрите, как внутри. О боже. Все, весь романтический настрой пропадает, когда так воняет. Вот, браток. Я понимаю, конечно, вроде бы это забавно. Такая вещичка, чтобы подарить своей любимой или своему любимому. У вас будут кулоны там с жемчугом. Но пока вы будете это вскрывать, вы тут так нанюхаете вот этой воне, что у вас пропадет романтический настрой. И паста с винишком уже в вас не влезут. А если они съедены были до этого, то они из вас вылезут. Я вас предупредила. Лучше вот это все делайте до пасты. А котику нравится. Ну что, я думаю, что жемчужинки готовы садиться в клеточки. Зловонный подарок для любимой. Помещаем жемчужинку в клеточку. И клеточку закрываем, чтобы птичка не вылетела. Второй жемчуг очень большой. Не знаю, поместится ли он вообще. Оп, жемчуг. То есть он даже еще и не влезает. Когда птенец перерос в свою мать. Теперь выводы об этом эксперименте, об этом товаре. Ну, как бы задумка прикольная. Открывать это интересно. Воняет ужасно. Ну, вы поняли, недочеты есть и их много. Ни тот, ни другой кулончик невозможно надеть на себя. Ну и третий эксперимент. Это у нас вулкан с лавой. В комплект у нас входят два пакетика. Вот такие красные и белые. Тут как будто сахарный песок. Сам вулкан, из которого у нас все польется. Также идет шприц, маленькая ложечка, палочка и такой пластмассовый мерный стаканчик. Так, что же нам нужно сделать? Ребят, прежде всего хочу сказать, что почему-то этот вулкан нам пришел какой-то поюзанный. Смотрите, он весь словно в какой-то земле. Он весь грязный. А еще, когда мы набирали в шприц воды, в шприце тоже как будто какой-то песок. Такое ощущение, что кто-то вулкан делал до нас. Потом этот вулкан им надоел и его переслали нам. Маленькая ложечка одного порошка, вторая ложечка. Перемешиваем. Вода. О, вулкан, пошел, пошел. Извержение пошло по стенкам. Все, попер, попер. Вокруг он, конечно, пачкает весь стол. Ну и вообще, если честно сказать, я думала, что это будет смотреться эффектнее. Ну такое, ребят. Меня таким не удивишь. Эксперимент тоже считаю удавшимся, несмотря на то, что, ну, как бы это не сильно эффектно выглядит. Вот такой кровавый вулканчик. И последний тест, друзья. Бомббэк. Как действуют эти пакетики с пердежом? Я думала, что нужно открыть оттуда что-то, там что-то посыпать и завоняет. Нет, нам даже не нужно открывать эти пакетики, представляете? Внутри там есть содержимое, такое типа мягкое. Какой-то маленький пакетик. Внутри уже этого пакетика. Его нужно pressing softly. Не важно, что сейчас будет вонять говном. Главное все сделать нежно. Пакетик надуется, рванет и нас обдаст зловоним. Warning choking hazard. Приводится как предупреждение об опасности удушья. Мои тесты все опаснее и опаснее. У меня сердечко что-то замирает прям. Я прям чувствую этот пакет. Во, пошла, пошла, пошла. Сейчас ее рванет, она уже прям плотная. Миллион ауэр слейтер, твою мать, давай уже, перди. Он такой плотный. Может, ему под задницу надо пласть, а потом уже садится. Давайте сделаем второй и снова спрячемся. Может быть, он лопнет. Написано, воздух, кстати, который будет выходить. Не глотать. Хоть один из вас пусть пернет. Я за что деньги-то отдала? Канцелярский нож идет на помощь. Руку замотаю. Короче, ребята, мы сидим сейчас в зале. Мы ушли из той комнаты. Закрыли там дверь. Там осталось проветривать окно животных. Всех согнали сюда. А Валера подпер ту комнату этим полотенцем. Потому что вонь. Похоже, кстати, на пердеши. Что-то химическое в нем есть. А мы сейчас делали заказ с Макдональдс. Сейчас курьер придет и просто подумает, что у нее здесь происходит. Интересный экспериментик. Интересный. Самое главное, чтобы это выветрилось. Ребята, котик сидит под дверью. Чувствует запах как? Вот так мы проводим наши дни. Что вам сказать? Ну что, я вхожу в зону, чтобы пошире открыть окно. Это нереально. Здесь нельзя находиться. Киса ушла. Покидаем, покидаем помещение. Ну что, друзья, прощаться с вами будем в этой комнате. Вы сами понимаете, почему. Мы закрыли там дверь. Там проветривается. Все. Пусть это все уходит с лавонией. Не знаю, кстати, как долго оно держится. Спасибо вам, что были с нами. Какой из экспериментов... Вы предупреждали, что дома нельзя взрывать. Отбилось от рук. Кидайте ссылочки, если находите какие-то интересные товары на Алиэкспресс. Делитесь, я буду заказывать, будем вместе тестировать. И все, увидимся с вами скоро. Пока.